В Уфе ищут молодого человека, который в свои 17 лет стал настоящим миллионером. Не долларовым, конечно, но в этом возрасте с образованием 10 классов, казалось бы, нужно брать пример. Вот только поимки юноши ждут как минимум 38 человек, которых, по версии следствия, он обвел вокруг пальца и скрылся с их деньгами и свои возлюбленные. Схему надувательства изучил Евгений Новиков. Один из этажей этого крупнейшего в городе делового центра закрыт и опечатан. Арендатор квадратных метров, 17-летний Андрей Касьянов в федеральном розыске. Всего за три месяца вчерашний школьник умудрился обвести вокруг пальца 38 человек и заработать на этом 8 миллионов рублей. Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфера следствует уголовное дело в отношении группы лиц, которые заключили договора на поставку автомашин из-за границы, при этом не имея намерения выполнить договорные обязательства. Сложно поверить, но жители республики едва ли не занимали очередь, чтобы отдать малолетнему Остапу Бендеру собственные сбережения. Причина ажиотажа – автомобили премиум-класса по очень низкой цене, которую компания Касьянова якобы перегоняла в Уфу из Америки. Схема простая была у ребят. Через интернет объявления размещали о продаже машин через Авито. Дешево, быстро, гарантия. От клиентов у мошенников не было отбоя. Люди почему-то верили подростку, подписывали все бумаги, вносили предоплату и соглашались ждать месяц, пока машина не доберется до Уфы. Машину я заказал БМВ, внес 200 тысяч, но не машины, а впоследствии денег не оказалось. Естественно, ни один из 38 клиентов иномарки так и не дождался. Обманутые люди узнали друг о друге, собрались и все вместе написали жалобу. Правда, к этому времени 17-летний мошенник уже снял все деньги со счета фирмы и вместе со своей девушкой исчез. Как вы думаете, кто за этим может стоять вообще? Кто может стоять? Ну, конечно, не я и не мама. Правда? Стражам порядка удалось задержать двух сообщников Касьянова. Сейчас они дают показания. Сам подросток числился в фирме лишь заместителем директора. Кто реально возглавлял предприятие, еще только предстоит выяснить. Не исключено, что этот человек не имел отношения к преступному бизнесу и даже не знал о том, что он руководитель. В таком случае отвечать перед судом за незаконно присвоенные 8 миллионов 17-летнему мальчику придется в одиночку. Евгений Новиков, Екатерина Точеная, место происшествия.